Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Не, ну, Катюх, все его ловили, а мы его с тобой поймали, да? Вы что, я вообще думала, если не честно, мы вообще его не поймали. Он такой ужасный, просто капец. Ребята, всем привет. Короче, представляете, мы сегодня с Катюхой поймали кое-какого монстра. Сейчас мы вам его покажем. Смотри. Я с ребятами не поздоровалась. Ну, здоровайся, давай. Ребята, всем привет, конечно же. Смотрите, какой он в маске. Это Джейсон Вурхис, по-моему. Джейсон Вурхис. Вурхис. А, Вурхис. Вот. Ребята, короче, жесть. Мне даже страшно его смотреть, пойду-ка я спрячусь за домом. В общем, представляете, ребята, мы смогли его поймать. И там, говорят, за него какое-то вознаграждение. Потому что, типа, у него очень-очень много друзей. И, естественно, как бы его постоянно кто-то хочет спасти и так далее. Ну, мы его сейчас у себя здесь поймем. Чего? Он знаешь, сколько раз сбегал? Сколько? Я, короче, тут читала его биографию. Так. Его 43 раза сажали в тюрьму. Офигеть. Да. Слушай. И из них, из 43-х раз, его освободили на волю всего лишь два раза. Посчитай, сколько он раз сбегал. А, 40? Точнее, он сам сбегал. Ему помогали. Ему помогали его друзья. Ребята, ему помогли 41 раз. Офигеть, конечно. Блин, и что делать? Слушай. Он от нас тоже сбежит. Вот увидел завтра нагрянут наши его друзья. И все, капец нам, капец. Еще и нам капец будет. И вошел будет, еще и нам капец. Потому что, когда друзья его освобождают, они ничего живого тут не оставляют. Так, давай, может быть, какую-то тюрьму укрепленную сделаем. Надо. Нет, ты что? Знаешь, он последний раз из какой тюрьмы сбегал? Из какой? Там бы стены были, так, сейчас, 13 блоков этого, этого, бедрока. Офигеть. Каждая стена была по 13 блоков бедрока. Так, знаешь что? Кажется, у меня есть одна интересная мысль. Убирай эту стену, убирай эту стену. Убирай. А что это такое-то? Что за столбик? Сейчас я тебе покажу. Что за столбик, я тебе говорю. Так. Ничего не понимаю, ребята. Вы что-нибудь понимаете? Только ты последний не сломай. Сейчас ломаю, конечно, если ты мне ничего не расскажешь. Так, 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 тихо ты, ну. Не мешай. Ломаю, вот я уже почти ломаю. Ага, ага. О, вот где-то на такой высоте будет хорошо. Короче. Мы здесь с тобой будем делать воздушную тюрьму. В смысле? Ты, наверное, себе не представляешь. Мало ли я что-ли? И мы сейчас... Она отсюда же не сможет сбивать. Мало того, что, во-первых, ее будет с земли не видно, потому что она будет воздушной и за облаками прятаться. Офигеть. А во-вторых, мы с тобой... Ты что, гений, Евгений? А во-вторых, мы с тобой наймем здесь охранника. Мы поставим здесь дом. Ооо. Вот это класс. Вот это класс. Чтобы его тут охраняли. Вот это очень мне нравится. Вот это очень мне нравится. Слушай. Главное успеть, чтобы его никто там не позднее и не это. Так успеем, мы же видим все прекрасно. Ты все видишь? Я вот вообще, что там домик такой маленькая, точечка, блин. А я все вижу, я все вижу. Если кто-нибудь пойдет, я все увижу. Ну все, хорошо. На тебя одна надежда. Так, так. Какая еще надежда? Никакой из меня надежды не выйдет. Так, сюда, 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 сюда. Мне кажется, надо немножко пошире сделать. Вот так вот. Чуть-чуть-чуть, ребята. Нет, подлиннейше сделай, но не пошире. Нет. Да чтоб вокруг... Чтоб ты понимал, вокруг ходить можно было, конечно. Потому что вот тут больше уже ничего не надо делать, пожалуйста. Все, ребят, давайте еще один видочек и все. Ого, слышала? Он пытается сбежать. Кажется, ребята, вы слышали эти звуки? Кирилл, он пытается сбежать, я тебе говорю. Это вообще ужас-то какой-то. Офигеть. Вот так вот, ребята, он избегает все. Да, да, да. Он там что-то рвет и мечет, понимаешь? Он мечет и что-то рвет, да. Давай ему большую клетку такую сделаем, вот такую. Хватит, наверное. Давай, давай, вот такую, конечно, давай, вот такую. Давай, вот такую, вот такую. Да, вот такую, вот такую, вот такую, вот, ребята, мы сейчас сделаем. Такую давай сделаем еще. Вот так вот, о. Отличненько, отличненько. Капец. Вот это, конечно, жёстко. Очень жёстко, я бы сказал. Сбежать хочет, а? Слушай, я подумала, другую систему вот здесь вот такую надо делать. Какую? Чтобы он не сбежал. А то здесь миллион способов вот так сбежать. Ну, это правильно. Это, конечно, правильно. Так? Так, так, сюда, сюда, сюда. Вот это первая тюрьма в мире такая воздушная. Ну да. Мне кажется, до этого ещё никто такую не делал тюрьму в воздухе. Мне кажется, я не знаю. Я такой ни разу в жизни не видела, если честно. Ну да. Так. Всё. Теперь надо здесь поставить кровать ему. Да камеру, конечно, сделать оборудованную. Так, оборудованную камеру, зелёную, пускай будет здесь кровать. Даже пускай двуспальня, потому что ему тут очень долго жить. Так, сундук под личные вещи. Угу, угу. Вот это и правильное решение. Печка, чтобы что-то готовить и было не холодно. Да. Так, дальше. Что у него тут должно быть? Наверное, у него должен быть здесь... А как он будет сидеть тысячу лет? Я не знаю, но мне кажется, когда мы зададим полиции, мы предложим полицейским оставить его здесь, чтобы точно никто не знал, что он находится здесь. Вот. Так. Вот. Хорошо. Я тут кое-что ещё поставлю. Да, ставь, ставь. Так. Сейчас я покажу тебе. Это будет непросто-непросто, всё непросто, я тебе скажу. О, ребята, смотрите. Вот это нормальная тема. И так же вот тут, ребята, её заколотим, чтобы это типа был бы своеобразный душ, ребята. Смотрите. Но это не то, что душ у всех, это душ, ребята, в клетке. Так. Душ в клетке. Вот, ребята. Душ в клетке. Смотрите. Можно вот так вот сделать. Вот. Пускай заходит, закрывает и так далее. Так. Что ещё здесь не хватает? Мне кажется, здесь не хватает книг. Книги пускай читает. Что ему ещё тут делать? Книжки. Конечно. Так. Всякие. Всякие разные. Пускай читает книжки. Может быть, потом, когда посидит. Должен помнить. Мне кажется, он бестолковый. Ну, не знаю. Это уже его дело. Какой он там, толковый? Хорошо, хорошо. Или бестолковый. Так, отличненько, ребята. И давайте вот тут тоже книжки вот такие поставим. Ты что там, библиотеку что-то делаешь? Представляешь, сколько ему ещё делать? Читай, 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 читай. Не знаю. Так, всё. Отлично. Так. Вот. А теперь, знаешь что? Нам нужно же здесь построить какой-нибудь домик для охраны. Зачем? Ты думаешь, не надо? Надо, что ли? Конечно. Можно, конечно. Почему бы нет? Так, с какого-нибудь обсидиана. Ты видел, что я поставила? Чего? Ты видел, что я поставила? Ого, колючая проволока. Это то, что нужно. Конечно. Потому что во всех тюрьмах есть колючие проволоки. Ну, правильно. Так. Это будет домик, ребята, для охраны. Вот так вот. И он должен быть постоянно со всеми окнами открытыми, чтобы всё просматривалось. Так, всё. Конечно. А то вдруг они сбегают и собираются. Вот, вот. Возможно, потом нашу такую идею по воздушным тюрьмам будут вообще использовать все. Как из неё сбежишь? Только вниз, если. Не знаю. Никак не кажется. Да. А если вниз, то ты это просто разобьёшь и всё. Вот, вот. Так. Так, я сейчас пойду проверю, что ты там наставил. Давай, давай. Так. Проверю работёнку. Ого. Ничего себе комфортабельные условия, блин. Ну, знаешь ли. Вот это классно, конечно. Вот это классно. Кому как. Ему, мне кажется, за сто лет очень всё это надоест. Так. Так. Сейчас мы, ребята. Это значит, он точно не сбежит. Я тебе точно говорю, он не сбежит. Очень на это надеюсь. Так, всё, да. Потому что и вокруг, вокруг всего периметра есть колючая проволока. Ну, вот и вообще суперский. Ещё и охранник будет. Ещё и охранник. У охранника здесь будет кресло. Мы не будем ставить ему кровать, чтобы он не спал. Ну, естественно. Пусть ходит. Вот. Поэтому платить будем. Вот именно. Так. Вот поставим ещё тут два столика. И пускай он тут сам себе еду носит, готовит тут себе ещё что-то делать. Это уже будет его проблемы. Так. А наверху он будет подниматься на вертолёте? Ветролёт ещё надо будет построить. Точно ясно. Нет. Нет. Это он сам должен подниматься на вертолёте. Здесь не должно быть площадки. Потому что он может забежать с вертолётом. Конечно. Так. Ну, всё. В общем. Сейчас мы пойдём, ребята, в Урхи из этого переселять сюда. Вот такая у нас получилась тюрьма в воздухе. Ребята, как вам нравится или нет, обязательно напишите в комментариях. Это будет очень интересно почитать. Вот, ребят. Ну, а также обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. И подписывайтесь на канал. Всем удачки. Всем пока-пока. Всем пока, ребятушки.